Когда лень готовить, а хочется вкусненького, я просто беру обычную капусту и получается великолепный обед, ужин или перекус. Предлагаю 5 простых рецептов. И для первого рецепта вначале подготовим капусту. Разрезаем качан. Нам понадобится примерно половинка небольшого качана капусты. Шинкуем достаточно мелко. Перекладываем нарезанную капусту в глубокую емкость. Добавляем соль и хорошо руками обминаем капусту несколько минут, чтобы она стала мягче и выпустила сок. Посмотрите, какая сочная стала капуста спустя пару минут. Оставляем теперь капусту еще на пару минут и подготовим остальные ингредиенты. В глубокую емкость разбиваем 4 яйца. Добавляем сметану жирностью 15-20%. Можно заменить на йогурт или даже на кефир, но тогда муки понадобится немного больше. Добавляем теперь соль и молотый черный перец. И хорошо при помощи венчика или вилки размешиваем до получения однородной массы. Когда яйца и сметана хорошо смешались между собой, высыпаем муку и немного разрыхлителя. Снова все перемешиваем. Удобнее всего, конечно же, венчиком и быстро, и комочков не остается. Сильно взбивать не нужно. Достаточно просто добиться однородной текстуры. Еще один важный ингредиент это зеленый лук. Я обязательно добавляю его в это блюдо. Нарезаем достаточно мелко и высыпаем в емкость к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем и наша заливка готова. Берем подходящую посуду для выпечки и выкладываем туда сочную нарезанную капусту. Распределяем таким образом, чтобы получился равномерный слой. Теперь сверху выливаем заливку, равномерно ее распределяя по поверхности. Сверху щедро посыпаем сыром, натертым на крупной терке. Конечно, чем больше сыра, тем вкуснее. Вот и все. Отправляем запеканку с капустой в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Время выпечки зависит от высоты и диаметра вашей формы. Посмотрите, какая аппетитная запеканка с капустой у нас получилась. Это не пирог, так как муки тут совсем чуть-чуть. Запеканка с капустой получается очень сытная, сочная и ароматная. Это отличная идея для ужина или обеда. Попробуйте приготовить. Второй рецепт еще вкуснее. Для начала нам понадобится одна средняя луковица. Нам нужно порезать ее достаточно мелко. Теперь морковь. Для этого рецепта я натираю ее на мелкой терке. Будет достаточно одной средней моркови. На раскаленную сковородку выкладываем немного масла. Сегодня у меня топленое, но можно использовать обычное сливочное или растительное. Выкладываем лук и обжариваем пару минут. Теперь выкладываем морковь. Перемешиваем и оставляем тушиться на среднем огне на 3-4 минуты. А пока подготовим капусту. Капусту разрезаем таким образом, чтобы нам было удобно ее шинковать. Для этого рецепта понадобится грамм 400-450. Капусту шинкуем достаточно мелко. Можно специальной шинковкой или обычным ножом, как у меня. Здесь кому как нравится. К этому времени лук и морковь уже отлично прожарились. Высыпаем в сковородку нарезанную капусту и хорошо все перемешиваем. Выливаем теперь в капусту томатное пюре или томатную пасту и снова хорошо все перемешиваем. Оставляем тушиться до мягкости капусты. А пока приготовим заливку. В глубокую емкость разбиваем 3 яйца. Выливаем стакан молока и выкладываем сметану. Добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо венчиком перемешиваем до получения однородной массы. Вот и все. Заливка готова. Капуста уже тоже готова. Выключаем огонь и немного даем остыть. Тем временем подготовим форму для запекания. Форму нужно смазать небольшим количеством сливочного масла. Когда капуста немного остыла, выкладываем все содержимое сковороды на лаваш и равномерно распределяем по всей поверхности. Теперь сворачиваем лаваш в плотный рулет. Полученный рулет нарезаем на одинаковые кусочки толщиной 4-5 сантиметров. Кусочки лаваша с начинкой аккуратно перекладываем в форму для запекания. Теперь заливаем будущий пирог заливкой из яиц и молока и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Вот и все. Пирог из лаваша с капустой готов. Готовый пирог можно немного украсить свежей зеленью и подавать к столу. Этот пирог очень вкусный как в теплом, так и в остывшем виде. Оригинальная подача и такой любимый вкус. А это блюдо нравится даже тем, кто совершенно не любит капусту. Все просто и очень быстро. И первым делом мы конечно же возьмем капусту и мелко ее нарезаем. Я взяла четвертую часть кочана среднего размера. Очень точных пропорций в этом рецепте не нужно. Можно измельчать капусту как я обычным ножом, а можно конечно же использовать специальную терку для шинковки. Главное измельчить капусту как можно мельче. Так блюдо будет очень вкусным. Вот такая вот соломка у меня в итоге получилась. Теперь берем отдельную емкость и разбиваем в нее 4 яйца. Добавляем немного соли, 1 чайную ложку куркумы, и смесь трав. Можно взять любимые специи для овощей. Теперь венчиком хорошенько взбиваем буквально минутку. Если нет венчика, можно взять обычную вилку. Тоже все отлично получится. Я просто влюбилась в этот рецепт и частенько его готовлю. Уж очень вкусно получается эта капусточка. В хорошо взбитую яичную смесь добавляем 3 столовые ложки сметаны жирностью 20%. И опять хорошо перемешиваем. И еще добавляем 3 столовые ложки пшеничной муки. Хорошенько взбиваем венчиком, чтобы получилось однородное тесто. Главное без комочков. Вот так как у меня. Высыпаем 150 грамм твердого сыра, натертого на мелкой терке и перемешиваем. Теперь в емкость выкладываем измельченную капусту сразу всю и аккуратно все перемешиваем, чтобы капуста и тесто хорошо смешались. Каждый кусочек капусты должен полностью со всех сторон покрываться тестом. Но при этом тесто в емкости не остается. Оно все на капусте. Сковородку с антипригарным покрытием ставим на огонь. Добавляем немного растительного масла. Можно взять сливочное или топленое. Что больше любите? Будет тоже очень вкусно. Хорошо разогреваем сковородку и выкладываем пару ложек капусты в кляре. Быстренько разравниваем по всей поверхности сковороды, чтобы получился вот такой вот блинчик. И обжариваем на среднем огне 4-5 минут до золотистой корочки. Можно накрыть крышкой, чтобы капуста быстрее приготовилась. Как только верх полностью схватился, а внизу образовалась хрустящая корочка, осторожно переворачиваем на другую сторону. И обжариваем еще минуты 3-4. Тоже накрыв крышкой. Проверяем готовность и снимаем с огня. Перекладываем капусту на тарелку и продолжаем готовить. Толщину капустного блина делайте как вам больше нравится. Я люблю, чтобы блинчик был тоненький. Тогда капуста получается в один слой. Хорошо прожаривается в кляре сыром и получается хрустящая сырная корочка. Это очень вкусно. Готовую капусту выкладываем на тарелку на предыдущий блинчик. Уверена, что у вас не хватит терпения дождаться всего приготовления и вы начнете трапезу уже в процессе. У меня так и вышло. Лучше всего есть капусту в кляре сразу в горячем виде. Из всего теста у меня вышло 4 вот таких вот блинчика. Это очень вкусное и простое блюдо. Можно подавать и на обед, и на ужин, и в качестве основного блюда, и даже для перекуса. В любом случае вам нужно один раз попробовать и готовить его вы будете частенько. Это факт. Следующее блюдо очень интересное по вкусу и уже очень многим понравилось. Так что стоит приготовить, если еще не готовили. С капустой обязательно снимаем верхние листья. Они непригодны для приготовления пищи из-за грязи, которая скопилась и спряталась в складках. Остальную часть хорошо вымываем и тонко шинкуем ножом. Нарезанную капусту выкладываем в глубокую емкость. Добавляем немного соли и немного обминаем капусту руками, чтобы она стала более нежной. Если вы будете делать это блюдо с молодой или пекинской капустой, этот шаг можно будет пропустить. Теперь мелко нарезаем одно куриное яйцо. Я его предварительно уже отварила, вкрутую и очистила. Одного яйца будет вполне достаточно для этого количества капусты. Высыпаем нарезанное яйцо в емкость капусты. Добавляем туда же кефир, желательно использовать с высоким процентом содержания жирности. Еще я добавляю черный молотый перец и муку. Можно использовать любую. Обычную пшеничную, цельнозерновую, кукурузную. В общем, какую больше любите, такую берите. Все очень тщательно перемешиваем ложкой, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Сковородку ставим на огонь. Наливаем немного растительного масла. Через минуту, когда масло хорошо прогрелось, выкладываем ложкой капустные котлеты. Убавляем огонь до минимального и жарим котлетки до красивой и золотистой корочки с двух сторон. По 2 минуты с каждой стороны. Главное, огонь должен быть минимальным, чтобы котлетки прожарились и капуста не была жесткой. После жарки не лишним будет промокнуть котлеты бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир. Вот такие вот аппетитные капустные котлеты с яйцом у нас получились. Подавать готовые овощные котлеты можно к любым гарнирам. К примеру, с картофельным пюре. Если не добавлять в котлеты яйцо, то мы получим неплохое постное блюдо. В любом случае, это будет очень вкусно. А теперь приготовим вкуснейший и очень легкий приготовление салат, который отлично станет как основным блюдом, так и дополнением к любому столу. Для начала нам нужно запечь куриное филе. Именно запечь, а не отварить. Тогда вкус получается насыщенный, а само мясо плотное и сочное. Для этого нам нужно обернуть куриное филе в фольгу и положить в емкость для запекания. Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Пока филе будет запекаться, подготовим все другие ингредиенты. Нарезаем достаточно мелко капусту. В этом рецепте вы можете заменить обычную капусту на пекинскую, как больше любите. Теперь займемся огурцами. Для этого салата я всегда очищаю кожицу у огурцов. Так вкус получается более нежный, без горечи. Нарезаем огурчики удобным для вас способом, но самое главное достаточно мелко. Подготовим теперь соус для заправки. Я очень часто делюсь с вами этим рецептом, так как это отличный способ заменить майонез в салатах. По вкусу не отличишь. В нежирный йогурт или сметану добавляем горчицу, перец и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Куриное филе уже готово. Нарезаем его на мелкие кусочки. Конечно, вы можете заменить филе на куриные бедра или использовать индейку. Ориентируйтесь на свой вкус, но рекомендую для этого салата брать мясо птицы. Так будет вкуснее. Теперь выкладываем в большой салатник все ингредиенты. Нарезанную капусту, куриное филе, огурцы и морковь по-корейски. Кстати, а вы покупаете или готовите сами дома такую морковь. Заправляем теперь салат соусом. Конечно, можно заменить соус на майонез. Ссылку на домашний майонез я оставлю в описании под этим видео. Хорошо перемешиваем салат, чтобы все ингредиенты перемешались. Посмотрите, какой аппетитный, сытный и вкусный салат у нас получился. Это отличный вариант для полноценного ужина или перекуса. Большое количество овощей и запеченное диетическое мясо делает этот салат не только вкусным, но и полезным. Подавать такой салат лучше всего сразу после приготовления. Готовьте с удовольствием и обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего. И может быть что-то из этого вы уже готовили. А я желаю вам приятного аппетита, отличного настроения и до новых рецептов. Пока-пока!